Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о том замечательном, что есть в каждом человеке, о его желании наслаждаться искусством, наслаждаться культурой. И особенно приятно, когда здесь у нас, в нашем городском округе Люберцы, есть люди, которые выискивают эти таланты и дарят нам этих замечательных людей. Собственно говоря, сами те люди, которые становятся лауреатами всевозможных конкурсов, и я надеюсь, что в дальнейшем даже будут радовать весь мир своим искусством. У нас в гостях заслуженный работник культуры Московской области, почетный работник общего образования Российской Федерации, преподаватель детской школы искусств номер 4 городского округа Люберцы Евгения Ильинична Бурганская, и ученица 7 класса ДШИ номер 4, лауреат международных всероссийских областных конкурсов, стипендиат губернатора Московской области Алена Маркина. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу же скажу, что Алена здесь у нас уже в гостях была, но судя по тому, что она пришла еще раз, дела идут хорошо. И напомню, что Алена у нас занимается по классу фортепиано. Вот, Евгения Ильинична, обычно, когда приходят музыканты, особенно редкий кто-нибудь, военист, недавно у нас был вилончелист и так далее, мы говорим о редком все-таки инструменте, что не все им занимаются и так далее. А вот фортепиано, оно же кажется, как бы, ну, каждый, наверное, музыкальной школе или каждый музыкант, он как-то проходит через это. Но ведь все равно фортепиано из десяти человек, может быть, из тысячи, у одного, может, получается так, как нужно. Или я не прав? Право, конечно. Я, понимаете, у меня уже огромный опыт работы, 56 лет я работаю. И очень люблю, я счастлива, что занимаюсь любимым своим делом. И только вот в одной этой школе, моей любимой, родной школе, я уже работаю 48 лет. И за эти годы разные дети встречались, но я их всех люблю, всех люблю. И очень я благодарна родителям этих детей, которые поддерживают их интерес. В основном, конечно, в основном, не знаю, мне как-то везет на родителей. То есть они помогают им нам, с точки зрения... Помогают они свои, может быть, они не музыканты, но они своей заинтересованностью. Вот, чтобы ребёнок действительно занимался, может быть, он пойдёт дальше, а может быть, просто музыка в его жизни огромный след души оставит. И вот эти детки, конечно, начинают... В частности, Алёнушка, она ко мне пришла в 6 лет. И вы знаете, что я могу сказать сразу? Что за эти годы, вот сейчас она в седьмом классе, не было ни одного даже среднего урока. Вот настолько она меня радовала, начиная с подготовительного класса. Этот ребёнок с подготовительного класса участвовал уже в конкурсах и побеждал. Но это даже не самое главное. Самое главное то, что, во-первых, её прекрасное воспитание. Это важно для музыканта? Это очень важно. Внутренняя культура. Потом трудолюбие огромное. Я думал, вы будете говорить о слухе, о таланте, о предрасположенности. А вы с воспитания и с культуры начинаете. Конечно. Нет, но при том, что она сразу показала свои прекрасные данные музыкальные. А вот скажите сразу же, вот эти данные музыкальные... Сейчас, Алёна, ждите, к вам вопрос сейчас прилетит. Вы как опытнейший человек, человек, который уже с этим инструментом, наверное, сросся. Да, да. Как вы вот видите, что... Ну, например, супер талант, но ничего не будет, потому что там расхлябанный и так далее. Ну, смог бы, да, или смогла бы. Смог бы, да. Второй ребёнок... Ну... Ну, трудолюбивый, может, чего и получится. Да. И, наконец, третий вариант, когда и нравится... И то, и другое. Вот вы это сразу видите? Вы знаете, конечно, это совпадение, когда и способности, и трудолюбие, это очень редко встречается. Но это я сразу чувствую. Ну, может быть, не с первых уроков, но на первом году обучения я это уже чувствую. И, конечно, вот, в частности, с Алёнушкой, я помню даже, когда она меня поразила тем, что она приносила разбор произведений в подготовительном классе двумя руками. Понимаете? Часто дети, вот, для того, чтобы разобрать произведение, им нужно сидеть там отдельно, каждой рукой, эта девочка видела сразу текст. Ну, вот такое. И потом желание. Желание, конечно, огромная помощь бабушке-музыканта. А, бабушка есть. Бабушка-музыкант, которая душу в неё вкладывает всю жизнь. Это для неё солнышко. Хорошо. Да. Хорошо. Алёна, ну, мы не можем теперь уже вас подключить. При этом, конечно, Евгения Ильинична очень интересно рассказывает. Какой последний, вот смотрите, международных, всероссийских, областных? Где в последнее время? Тем более, уж год-то пандемийный был. Для музыкантов же это вообще сидеть там, да? 11 конкурсов за этот год, лауреат. А какой последний-то был? Ну, достаточно много. Крайние, как говорят, творческие люди, да? Руза, да. Руза. Руза. Так, что там было? Там был конкурс. Так. Смотрите, как много конкурсов, что человек уже и не помнит. Фантастика. Да, международный конкурс. Международный, да. И еще один конкурс, последний. Шестой международный конкурс музыкантов-исполнителей, классическая академия, лауреат первой степени. Ну, Ален, вот наверняка в прошлый раз, может быть, какие-то вопросы будут повторяться, но это важно для закрепления тех, кто может быть как-то в себя не очень верит, не уверен. Вот обычно, как спрашивают, кто вас там научил, заставил и так далее, мы так понимаем, что бабушка сыграла определенную роль. Но, тем не менее, вот что для вас-то музыка? Ну, музыка – это половина моей жизни. Это может быть и друг, который тебя поддержит в слабый момент. Это может быть родное что-то. Вот ты играешь, ты можешь забыть все, что происходит вокруг. Это поможет тебе восстановиться. А где вы лучше себя чувствуете? Сейчас очень сложный будет вопрос. Исходя из этого вопроса, как мне кажется, Евгений Лидничн, она тоже, может быть, знает, что я за вопрос сейчас адресую. Мне кажется, он очень важен для понимания. Вот вам где лучше? В обычной жизни? Ну, когда там завтрак, обед, ужин, поиграть с подружками? Либо вот когда вы, ну, сложное выступление, и вы даже так где-то в глубине души думаете, ну, конечно, вряд ли удастся там выиграть или еще что-то. Но я постараюсь. Вот где вам лучше это существование? На сцене или в обычной жизни? Я думаю, что, скорее всего, на сцене. Потому что на сцене ты забываешь обо всем, и ты чувствуешь только музыку. Вот я хочу обратить внимание сейчас всех зрителей. Алена сейчас закроет уши. Вот этот ответ, это ответ звезды. Потому что любая звезда, так называемая, для нее нормальное состояние – это на сцене. Кто-то 40 минут выступает, кто-то 10 минут, кто-то 3 часа, да, балет или опера, или еще что-то. Вот. Но все, что между этими выступлениями, да, жизнь, дети, семья, родные, я не знаю, шашлыки, да, но это все для настоящей звезды вторично. А важно сидеть, заниматься любимым делом, выступать. Вот это, мне кажется, один из показателей. Поэтому вы прошли мой тест. Я прав, Евгений? А можно добавить? Да. Вот когда был конкурс в Рузе, это сложный конкурс был, она играла 4 произведения. И там в жюри было, профессор, сплошные профессора. Жюри такое, что… Вносина – это ведущая педагога Нессинского института, профессор. Она была председателем жюри. Из других стран были профессора. И что я могу сказать? Я, вот, вы знаете, в глубине души была в Аленушке уверена. Но она очень тонкий человечек, конечно, всякое на сцене бывает, но как-то у нас получается, я умею ее настроить на нужную такую тональность. И вот она, когда сыграла, она мне, правда, не разрешила в зале, я в зале не была. Но я слушала за сценой, все слушала, сидела, переживала. И потом она выходит, и у ней глазки горят, и она говорит, я довольна. Вы знаете, вот это счастье. Я до сих пор помню эти глазки и вот ее счастье, которое она испытывала в данную минуту. Опять же, этот признак человека, вот очень трудно объяснить иногда людям, чем там два певца, оба хорошо поют. Этот звезда, ну, я сейчас про настоящую говорю звезду, да, которая, вот, не сделанную. А второго не получается. Потому что для кого-то это ремесло, а для кого-то это жизнь. И вот тут вопрос, Ален, ну, вы же понимаете, что впереди, мы сегодня еще поговорим о второй части, у Алены 12 мая главное событие пока такое музыкальное, да, первый сольный концерт, куда мы вас всех пригласим, в второй части мы об этом поговорим. Но вы же понимаете, что такая ответственная история, что часть жизни на это уходит. Вы действительно уже определились, что фортепиано с вами будет по жизни. Да, я готова посвятить этому всю свою жизнь, дальше идти учиться, после работать. А какая главная задача стоит? Сейчас этот вопрос и вам, а потом ответит Евгений Ильич. Скажите, вот что главное для... какая высшая точка, да, ну, я не знаю, там, летчик испытывает самолет, да, новый-новый-новый, пока он, так сказать, в действии. Мне не знаю, космонавт полетел, там, любой человек пытается достичь своей профессии, чего-то главного. Фигурное охотание, казалось бы уже, что там, все равно прыгают как-то и так далее, тему допинга опустим. А что для вас главное? Как можно сыграть еще лучше, я не знаю? Ну, я думаю, никогда нет предела. Всегда можно учиться чему-то еще больше. Но, скорее всего, если разговаривать именно по поводу работы, я бы хотела, наверное, преподавать в музыкальной школе, может быть, работать концертмейстером. А с концертами почему не выступать? Вена, Прага. Анна скромный человечек. А, все. Тогда вы ответили на этот вопрос. Что главное мерило суперфортепянщика? Извините за такую грубость. Вы понимаете, Алена правильно сказала, совершенству нет предела. Поэтому мы не художник. Художник написал картину, и она висит, эта картина. Мы никогда не бываем довольны нашим выступлением. И это счастье. Потому что вот такой великий музыкант Башкиров, он сказал, педагог слышит, ученик играет. То есть, короткая как бы фраза, но это так. То есть, мы слышим, потолка не может быть. То есть, правильно я понимаю, что может, опять же, сейчас Алена закрывает ушки, что иногда бывает так, что Алена играет лучше даже, чем вы предполагали? Бывает. Бывает такое. Это присутствие вдохновения. А потом, на следующий день, что-то вдохновение ушло куда-то. Всяко бывает. У меня бывает усталость. Усталость. Я это чувствую. Я ее знаю очень хорошо, понимаете? До тонкости. И она меня понимает. Поэтому это счастье. Да, и поэтому вот сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Но перед этим напомню вам, что во второй части мы поговорим о событии, как вы к нему пришли. Видимо, уже набралась какая-то программа. И Алена Маркина, ученица 7 класса детской школы искусств номер 4, городского округа Люберцы, будет давать сольный концерт. Я же не зря спросил про сольную концертную карьеру. Вот об этом мы поговорим во второй части нашей программы «Открытый диалог». Так что дождитесь, пожалуйста. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях заслуженный работник культуры Московской области, почетный работник общего образования Российской Федерации, преподаватель детской школы искусств номер 4 городского округа Люберцы Евгения Ильинична-Бурганская, вместе со своей ученицей, ученицей 7 класса ДШИ номер 4, Аленой Маркиной, которая в свою очередь лауреат международных всероссийских областных конкурсов, стипендиат губернатора Московской области. Всё это по классу фортепиано. И вы сказали, сколько было у вас конкурсов? За этот год 11 лауреатских званий. А куда у вас, наверное, стена там уже вся пробита? С подготовительного класса. Сколько у вас вот этих, я не знаю, дипломов? Полная папка. Полная папка. Ну и сразу же тогда вопрос. Раз папка полная, то надо делиться с народом. Одно дело, когда конкурсы, где сидит жюри, солидное, чаще всего, наверное, отрицательно настроено, потому что что-то пошло не так, как люди творческие. Приходит время концертов, когда публика приходит наслаждаться музыкой. А публика, в отличие, да, Евгения Вячеславовна, от мастеров, от специалистов, она же, это же настроение, это сердце. Конечно, достать до сердца, до души. Даже не важно, ну где-то там какую-нибудь вотку. Это, да. Вот у вас будет 12 мая первый сольный концерт. Во-первых, Алёна, где и что будет на концерте? Ну, на концерте я буду играть 9 произведений. Так. Будет состоять оно, как бы, из двух отделений. В перерыве будут играть ещё ученики Евгения Линичны. То есть вы, вот видите, как получается уже как звезда и разогревчик небольшой посерединке. Всё правильно. Да, конечно. Правильно. Так, а где будет проходить концерт? В галерее. В галерее. Во сколько? 12 мая? 12 мая в 4 часа. И кто туда может прийти? Любой. Так, Евгения, давайте прорекламируем. Да, конечно. Что будет? А то так, 9 произведений. Уже нервничает, уже переживает. Ну, очень разнообразная, интересная программа. Начинается, естественно, как любой музыкант любит начинать концерт с музыки Баха. Потом идёт классика Моцарт. Потом идёт романтика Шопен. Потом маленький перерыв. Играют мои ученики более младших классов. Вот, затем Чайковский открывает. Да, потом у нас звучит Мэтнер, прекрасный русский композитор. Затем звучит Рахманинов. Нет, Рахманинов в конце. Потом звучит Скрябин, Прокофьев и заканчиваем Рахманиновым. Ну, слушайте, это прямо, это же что ни произведение, то... Да, очень интересная программа. Я думаю, нужно прийти. Почему? Потому что, во-первых, отличный подбор. Я тут просто как зритель говорю, слушатель. Во-вторых, это будет поддержка для Алены, потому что, ещё раз говорю, одно дело играть перед комиссией, да, а другое дело перед публикой. Публика она всё-таки несёт. Вот говорят, что те люди, которые не понимают, выходит музыкант, актёр на сцену, он как бы отдаёт себя. Вот Алена будет играть, она будет отдавать себя, своё искусство, свою какую-то физическую силу, да, своё настроение. Но, с другой стороны, она будет получать от публики эту энергетику сумасшедшую. Да, надеемся, надеемся, конечно. Евгений Иванович, ещё такой вопрос. Всё-таки фортепиано на сегодняшний день, вот, казалось бы, сколько там, вот, Моцарт, да, клавесин, я кое-где даже видел самые разнообразные предшественники вот того самого фортепиано. Почему оно до сих пор в фаворе? Почему, казалось бы, уже, чего только не придумали, электронная музыка, такая, новое звучание, а фортепиано по-прежнему с нами? Фортепиано, да. Ну, сейчас вот появились такие инструменты, цифровые. Вы знаете, но они... Вот у многих учеников у меня цифровые инструменты, но в чём сложность, что очень трудно работать над звуком на этих. У них ограничен динамический план на этих инструментах, то есть добиться пиано, добиться хорошей континенты на них сложно. Ну, само фортепиано, оно популярно всегда, моё детство я вспомню, конечно. И было трудно купить инструменты, я начинала учиться без инструмента. Вот, поэтому фортепиано всегда. Но сейчас вот у нас школа прекрасная наша. Светлана Михайловна Доройчук сейчас директор, а была Татьяна Степановна, которая привела эту школу, вот такое здание, которое у нас сейчас есть. И коллектив прекрасный. И у нас в школе очень популярны духовые инструменты тоже. Саксофон, флейта, художественное отделение. То есть школа очень разносторонний и прекрасный коллектив. Причём молодые есть на духовом отделении, молодые педагоги, которые просто очень стараются, добиваются больших результатов. Но вот каждый инструмент, у него же есть своё таинство. Да. Тайна. Вот вы раскрыли тайну фортепиана? Ну, я могу разговаривать, я могу делиться радостью, печалью, если я извлекаю определённые звуки, которые мне близки. Возьмём Чайковского, возьмём Рахманинова. Вот, то есть, эта душа сливается с фортепиана, конечно. И я учеников всегда настраиваю, что никогда не сваливайте на инструмент. Вот вы вышли, Алёна вышла в РУЗе, она не пробовала инструмент. Мы приехали... Там же он общий, этот инструмент, да? Ну, он просто его привезли с Москвы, этот инструмент, и она не успела порепетировать, поскольку там шёл конкурс. И она вышла к незнакомому инструменту играть. Понимаете? Но когда уже выработано прикосновение, выработано отношение к звуку, то это не страшно. То есть она оживает? Она оживает. Кстати, хорошая тема. Алёна, А вот фортепиано хороший сам инструмент, это что? Как вот вы с ним договариваетесь? Как, например, с постоянным вашим, так сказать, на ком вы тренируетесь, да? Можно так сказать? И вот как, например, сейчас рассказала Евгения Ильинична, что это для вас? Ящичек с инструментом, ну, с клавишами и со струнами, или что это такое? Это мой друг, можно даже так сказать. Потому что с ним делишь все эмоции. Вот. Можно поставить звук, и он будет звучать, например, радостно. Или поставить... А это от вас зависит, что он будет звучать радостно? Та же самая, ну, некий такой фрагментик, может звучать парад. А он все-таки мужчина, или же, потому что фортепиано, это оно, пианино, оно. Все-таки у него есть род? Или он меняется? То у него какие-то мужские нотки появляются, то у него какие-то женские... Я думаю, он меняется. Меняется, да? Нет, конечно. Видите, какие я вопросы задаю? Да. Алена даже не задумывалась, знаете, все правильно. Давайте тогда вернемся в мир денег, трудностей. Хороший инструмент, Игоревич, насколько сегодня он может стоить? И вообще их делают? Я совсем не в курсе, но, конечно, хорошие инструменты – это вот стенвей, бейхштейны, рояли. То есть их делают еще, они есть? Да, они есть, но это очень дорого, конечно. Но лучше всегда, я ученикам говорю, живой инструмент. Постарайтесь избавляться от цифрового, пускай забирайте на дачу его. Но заниматься, если хорошо научиться владеть звуком, владеть фортепиано, нужно на живом. А в России делают фортепиано? У нас есть какие-нибудь фабрики? Вот сейчас я даже вам точно... Вы можете мне сказать, что не знаете. Почему? Потому что вот дети есть, лауреатство есть, а фортепиано нет. Ну, раньше, помните, если был «Красный октябрь», это был инструмент. Ну, они, наверное, были все немножко. Лира, Лира такой инструмент. А качество у них какое было? «Красный октябрь» был хороший. Хороший, да? Хороший. У нас вот стоит неплохой «Эстония» рояль. Вот, они разные бывают. Вот, но вполне приемлемо, можно на нем играть, извлекать. Все зависит от мастерства, кто прикасается к этому инструменту. Алена, а если... Насколько важно, чтобы инструмент был настроен? Вот, все-таки, есть же специальная профессия настройщика, да, который приходит. Вот, он же... Он как вообще настраивает? Он настраивает под некий правильный формат, либо под каждого исполнителя он пытается настроить инструмент? Ну, по-определенному. Вот, вы можете почувствовать, что-то здесь вот чего-то там надо бы еще подтянуть? То есть, можете заставить прийти еще раз сказать, что вы тут мне настроили? Мне это не подходит. Я не смогу выиграть конкурс на этом инструменте. Я понимаю, что это... Это вопросы от интереса, да, идут. Почему? Потому что... Еще раз говорю, когда мы смотрим, как человек играет, как живут его руки, это достойно восхищения. Но, Алёна, скажите, если, предположим, у вас будет судьба музыканта, где бы вы хотели служить? В театре? Или кататься по миру? Или давать сольные концерты в какой-нибудь венской филармонии, например, каждое Рождество? Мне хотелось бы просто работать в музыкальной школе, преподавать... Музыкальная школа? А мы хотим, чтобы... Да, да. При всем уважении. Она очень скромный человечек, вы понимаете, конечно, она будет учиться, я надеюсь, и в училище, она пойдет дальше учиться. И мне очень хотелось бы, чтобы она играла. Ну, конечно, концертминистерская работа и сольная, не надо об этом забывать. В музыкальной школе мы всегда тебя рады взять. Но интересно работать и в училище более старшими. Потом можно совмещать, ведь у каждого метра у него рано или поздно появляются ученики. Мало того, если вы сами об этом говорите, значит, у вас есть желание передать это искусство. Кстати, Евгений Ильич, вот вы фантастический человек, столько лет этим занимаетесь. Какие ощущения, когда птенцы покидают гнездо? Ой, я плачу. Я плачу. Они же каждую частичку вашу с собой. Да, и вы знаете, что приятно, вот сейчас у меня будет 16-го классный концерт, и я приглашаю даже вот по возможности, кто может, бывшие ученики приходят, играют. В школе у меня будет классный концерт. 16-го числа, да? 16-го воскресенья. Ну, так у вас прям друг за другом. Да, да. И я люблю своих деток, я люблю своих родителей. Аленушка, конечно, я очень... Это моя мечта, чтобы ее будущее связалось с музыкой, и главное, чтобы ей встречались на ее пути хорошие люди. Мы тоже этого желаем. Ален, вопрос вам. Сейчас нас смотрит какая-нибудь маленькая-маленькая девочка, да, и родители этой девочки. Вот что нужно для того, чтобы стать ученицей? Ну, конечно, можно просто прийти и поступить, но что нужно быть, что должно быть в человеке, в маленьком, чтобы он хорошо учился фротипьян? Ну, должно быть желание. Так, есть желание, предположим. И трудолюбие. Трудолюбие. Чтобы не лениться, а работать над тем, что ты делаешь. Сколько уходит у вас, вот если брать самую жесткую репетицию, или как это правильно называется? Домашние занятия. Сколько по времени? Ну, зачастую я даже пропускаю школу, чтобы сидеть дома и учить произведение. Это никто не слышал. Ну, уходит днями, может быть, тоже. А есть такие, что вот играете, 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 вот оно не дается, а потом ба-бах. Да. Кто самый сложный в вашей жизни был из этих замечательных, седовласых, иногда очень далеких людей? Наверное, бах. Бах? Да, конечно. Бах. Видите, все равно приходит к баху. В разные годы. Вот она играла, предположим, пьесу Чайковского два года назад. Потом она ее играла в этом году. И вы знаете, совсем другое прочтение. Евгеньевич, и ваша финальная фраза. Сейчас смотрят еще люди, которые захотят, я думаю, наверняка, привезти детей учиться в детскую школу искусств. Опять же, каким должен быть ребенок, чтобы его взяли по классу фортепиано учиться? Вы знаете, во-первых, сразу часто ребенок не покажет свои данные в силу разных причин. Он может не развить у него слух, он может не услышать что-то. Это не показатель. То есть слух можно развить? Очень даже. Можно развить вплоть до абсолютного слуха. То есть нет координации слуха. Вот дашь ему нотку или мелодию сыграешь, спой, а он нет контакта слуха и инструмента. Поэтому все в работе. Можно учиться всем. Приходите, учитесь, детки, кто хочет. И главное желание. И педагог увидит, как ребенок развивается. Проходите, вам помогут. Вам помогут. Вам помогут. Можно завершить таким образом наш разговор. Алена, мы ждем концерта. Музыка – это счастье. И с музыкой по жизни вызываем всем идти. Алена, 12 мая сольный концерт в галерее. Во сколько еще, расскажите? 4 часа. 4 часа. В 16.00 9 произведений. Все самые лучшие. Начнем с самого сложного, с Баха. А закончим Прокофьевым, да? Рахманином. Прокофьевым тоже будет. И Чайковский. Все будут. Все, понимаете, все композиторы будут из подруг Алены легко, непринужденно в качестве нот извлекаться. И напомню, что Алена Маркина, ученица 7 класса детской школы искусств номер 4, лауреат международных всероссийских областных конкурсов, стипендиат губернатора Московской области по классу фортепиано и ее замечательная, очаровательная преподаватель детской школы искусств номер 4 городского круга Люберца, заслуженный работник культуры Московской области, почетный работник общего образования Российской Федерации Евгения Юльинична-Бурганская. Спасибо вам за все. Спасибо вам большое. Вам за то, что учите, вам за то, что учитесь. Ну, а зрители наверняка вам скажут спасибо на концерте. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин